Одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире – это туберкулез. С ним борются в России порядка 60% людей. По словам главного врача Каспийского противотуберкулезного диспансера Татьяны Саморуковой, за последние несколько лет заболеваемость в нашем городе снизилась в два раза. Это говорит не о том, что эпидситуация улучшилась, это наоборот говорит о том, что возможно недостаточно флюорографического исследования. Это один из методов профилактики туберкулеза. То есть, значит, по статистике, что еще можно сказать, но я не буду расширенно говорить. Просто несколько слов о том, что заболеваемость зависит от количества обследованных флюорографически за определенный промежуток времени. Если говорить о профилактике туберкулеза, то на сегодняшний день по всей стране, в том числе и в Дагестане, каждому ребенку при рождении ставят пробы БЦЖМ, а после проводят ряд других прививок. Отметим, что от данных проб категорически нельзя отказываться, но несмотря на это, рост отказников от приватизации своих детей постоянно растет. Вследствие этого представители туберкулезного диспансера постоянно проводят семинары и профилактические занятия, информируя родителей о последствиях таких решений. У нас идут беседы, по телевидению выступала Фариза Османовна, по радио выступала Фариза Османовна, в школах, в интернатах, везде разговариваем, но пока сейчас все-таки ситуация остается напряженной. Но в городе Каспийске, слава богу, у нас более-менее нормально. Каждый человек должен проходить обследование на выявление данного инфекционного заболевания, если у него есть следующие симптомы. Общая слабость, недомогание, покашливание, субфеврильная температура, слабость, похудание, потливость по вечерам. Вот тот короткий перечень симптомов, которые могут быть, предшествовать заболеванию туберкулеза. Отметим, что туберкулез на сегодняшний день излечим. Он делится на три группы и симптомы. Врачи, учитывая эти характеристики, подбирают метод лечения. Первая и вторая группы – это активные больные, то есть больные, находящиеся под наблюдением фтизиатра. А третья группа – это уже неактивные, это уже излеченные больные и переведенные в неактивную группу. Мы лечение определяем по исследованию мокроты, по молекулярно-генетическому методу. По словам главного врача Каспийского противотуберкулезного диспансера Татьяны Саморуковой, Каспийск занимает лидирующую позицию в республике по эффективности лечения больных от туберкулеза.